Не нужно делать уроков от и до, не нужны экзамены, не нужно даже получать теста зрелости в конце школы. Если ребенок захочет приобрести специальность, то в конце школы можно дать ему ускоренный курс. Мы видим, что сегодня есть много таких школ, где люди экстерном учат, получают аттестат за полгода. Если ребенок правильно развивается внутренне, для него это не проблема. Поэтому мы в этом году хотим открыть школу, и я очень надеюсь, что нам удастся это сделать, открыть школу для людей с 6 до 13 лет. Затем продолжим дальше. Это будет школа, где мы будем растить людей. Я уверен в том, что они смогут получить правильное представление, у них будет правильное восприятие реальности, они получат возможность приобрести любую специальность. Потому что после того, как человек учится развиваться, развивать себя изнутри, для него все специальности, все предметы, математика, геометрия, история, география, для него это вещи легкие. Мы это видим в реальности. Кроме того, школа должна быть близка дому. Чтобы то, чем занимался ребенок, тем же занимались и родители. Если в школе говорят о том, как изменяться, как приближаться к церетворению, как соединяться в группу, и дома он должен слышать о том, что это и есть цель, и этим занимаются взрослые. Он не чувствует себя отторгнутым от взрослых, я могу забыть об этой школе и об этих учителях, не хочу их видеть и так далее. Главное, быстро закончить школу и убежать. Он видит, что тем же самым занимается мир взрослых. Это очень важно. Когда взрослые, учителя, преподаватели, родители занимаются той же внутренней работой, и участвуют в том же процессе, что и маленькие дети. И это объединение должно быть ощущаемо ребенком. Когда мы берем его из школы, и он попадает в нашу группу, в Бостоне, в Нью-Йорке, в Филадельфии, он чувствует, что его взяли на каникулы, или в какое-то другое время на уроке взрослых, он чувствует, что там делают то же самое. Они обсуждают те же самые вещи, что взрослые такие же, как и его мир. Они действительно готовят его к миру взрослых, а не навязывают ему что-то искусственное. поскольку, если мы даже воспитаем одно поколение, тому, чему необходимо, даже на один процент, они это возьмут и продолжат дальше, внедрять следующее поколение, и тогда они уже не пойдут на спуск, уже будут на подъеме. Иначе следующее поколение, конечно же, оступится в депрессии, в наркотиках, и мы видим это на наших детях. Поэтому нам необходимо, с одной стороны, построить примеры на наших детях и показать этот успех всему миру, написать об этом книге и привлечь к этому воспитателей, чтобы исследовали это на основании Каббалы. Я могу много говорить о воспитании, каким образом оно должно быть основано в соответствии с тем, что есть сегодня, в соответствии с теми школами, которые существуют сегодня. Но это тема сама по себе. Но нам необходимо в каком-то виде начать работать с учителями высокого класса, которые создают новые системы, новые методики с людьми из Министерства образования, с психологами, и через них попытаться воздействовать на изменения, на рекомендации правительствам. Когда все-таки после двухсот лет, когда учреждение, эта школа приходит к такому кризисному состоянию, мы уже находимся в кризисном состоянии воспитания в школе на протяжении десятков последних лет, мы должны снова вернуться к той же форме, которая была раньше в истории, сделать школу местом хорошего времяпровождения, приятного. Человек не может освободиться от... развиваться от принуждения. И свободная форма развития является формой сегодняшней школы. Свобода. и обучение ребенка как из свободы, полной свободы, развить себя в правильном направлении, когда он найдет направление, когда из него произрастет решение, это, по сути дела, является правильным видом воспитания. мы видим, как растет каждое растение, как огибает то, что находится на его пути, как природа находит себе путь к росту, к развитию, если есть какое-то подавление, как это приводит к какому-то огибанию в природе. И поэтому нам необходимо помочь нашим детям развивать себя без всяких ограничений, чтобы у каждого была внутренняя свобода. И тогда воспитание будет приходить из окружения, когда дети будут воспитывать в своем окружении каждого, кто находится в этом окружении. И окружение будет организовывать их и не позволит делать то, что ему хочется. Но поскольку каждый будет поступать в такой среде, то, что принято в этой среде, поэтому есть воспитатели, которые организуют общество, а общество уже занимается каждым ребенком, который находится внутри него. И это является, по сути дела, правильной формой окружения. Когда по науке Каббала таким образом человек развивается правильно. И родители, воспитатели, взрослые как будто бы не должны видеть их. Они должны быть как бы неощущаемыми извне. И это даст возможность каждому ребенку развить себя. . Субтитры